Ребят, всем привет! Сегодня у нас такой немного ностальгический выпуск. Посмотрим, какие у нас были акции в магазинах. Пятерочка, DX, Magnet. Немножко поностальгируем. Я думаю, вот-вот скоро новые акции пойдут в Magnet. Пятерки точно. Обычно где-то в марте-апреле какие-то акции стартуют. Давайте посмотрим, что у нас было. Больше всего у нас здесь акции с пятерочки. Давайте по хронологии посмотрим, какие акции были. Были вот такие акции Marvel. Стиратели, вы все их должны помнить. Очень популярные были. Вот здесь такой альбомчик у нас. Здесь все персонажи расписаны. Сюда мы их составляли. Вот мы четыре куда-то дели. Но мы к ним вернемся. Я вам покажу, сколько у нас таких штучек осталось. Потому что распаковывали мы очень много. Каких-то даже по 500 штук, каких-то по 1000, каких-то там 100, 200, 300. Зайдите на канал, посмотрите. Многие эти акции у нас просто были мега распаковки. Есть ролики, которые набрали даже почти 2 миллиона просмотров. Вот такие были стиратели. Что из себя они представляют? Вот такие фигурки супергероев. Они одевались, например, на карандаш, на пальцы. Кстати, одевались хорошо. И выполняют еще роль стиражки. То есть это обычный ластик-стиражка. А тут также внутри была игра. Есть игра. Вот по росту, сколько можно выставить вот этих вот супергероев. Ставить. Кто выше башенку построит, тот и выиграл. Они очень неустойчивые. Поэтому такая быстренькая, маленькая, интересная игра. Также была, по-моему, игра-ходилка. Но сейчас ее найти не смог. Дальше, друзья. Потом у нас появились, по-моему, если не ошибаюсь, тролли. Потом уже только стиратели 2. Сейчас покажу вам тролли. Тролли. Гастроли. Как там? Большие гастроли. Вот так выглядит альбом. Классный альбом. Это вот альбом у нас не собранный. У нас один остался еще не собранный. У нас их много. Мы их можем сюда вставить. Просто этот альбом мы хотим как-нибудь разыграть. Когда стартует новая акция, разыграем. Напишите в комментарии, кому бы нужен был такой альбом. А вот так выглядят собранные тролли. Вот они карточки. По принципу голограммы они меняют свое изображение. Да, если мы поворачиваем. Меняют свое изображение. Классные такие карточки. Давайте покажу вам поближе. Вот так выглядели эти карты. И тут же наобороте, по-моему, была у нас игра. Вот тут разные знаки. А, еще сканировалось приложение эти карты. Ну, в общем, такие вот альбомчики. Такая акция. Что-то у нас тут улетело еще. Еще вот какая-то запасная, да? Дальше. Дальше у нас, если я не ошибаюсь, появились стиратели 2. Это продолжение очень популярных. Вот, смотрите, сравним эти альбомы. Стиратели. Давайте сравним. Там были пластики, вы помните, да? Здесь у нас... Кстати, это тоже пустой альбом. Уже больше героев. Более высокий у нас такой получается. И альбомчик покруче. Что из себя сами стиратели представляли? Вот такие фигурки. Некоторые пластик с резиной. Некоторые просто резина, ну, либо силикон. Внизу вот такой вот оттиск печати. Его можно убрать. Можно надеть на карандаш просто супергероя. А можно пользоваться как печатью. Вот здесь вот специальные такие... Как они называются, не помню, да? Ну, губка с чернилами красного и синего цвета. Макаем и оставляет вот такую печать. Вот все виды печати. Также вот тут дублировались. Какие печати получаются с какими супергероями. Ну, это такой уже более качественный, более классный наборчик. Вот мне он очень нравился. Очень классная штука. Здесь также есть игры у нас. По принципу, да? Что у нас тут? Что-то типа крестиков-ноликов. Вот в поле можно играть. Такие игры были. Стиратели 2. Дальше. Дальше у нас были, появились Завры. Но до Заврова еще были Бравлы. Также были Начивки, но у нас нету этих альбомов. И, наверное, потом стартовали Завры. Завры 2. Давайте смотреть, что это за альбомы игры. Все подробно есть на канале. Все эти ролики снимались. Посмотрите, очень большие обзоры. Вот такие вот Завры, динозаврики у нас собирались. Немножко мы порвали здесь альбом. Вот такие динозаврики. Есть просто пластиковые, есть просто прорезиненные. Есть также более, были редкие такие. Они немножко прозрачные и с блестками. Вот здесь вот сейчас фокус поймает. Видите, с блестками прозрачные. Также они присасывались, как присоски. По принципу прилипал, которые были в магазине Дикси. Впервые появились, наверное. Тут еще пятерочная такая шайба. Пятерка была. Куда-то мы ее делили. Она у нас есть. У нас очень много этих игрушек, друзья. Поэтому разыгрывали, еще будем разыгрывать. Вот такие вот Заврики. Здесь игра наподобие ходилки. Кидаешь кубик, либо камень-ножица-бумага. А нет, ни камень-ножица-бумага. От одного до пяти каждый показывает, сколько пальцев. То есть вместо кубика можно так играть. И ходим, смотря на какой цвет ты попадаешь. Тут читаешь аннотацию, либо движешься вперед, либо назад, либо пропускаешь ход. Ну такая игра-ходилочка прямо в самом альбоме. Классно, удобно, прикольно. Завры мне эти нравились. Дальше. Завры 2. Завры 2. У нас уже были вот такие вот, смотрите, такие динсы, если я не ошибаюсь, вот эти назывались. Или вот эти. Ребят, уже подзабыл. Ну, суть, да, вы помните, такие вот имеются ремешки разного цвета. А с такими отверстиями они защелкиваются. Можно собирать очень длинные, ну, например, браслеты, либо крепить их еще куда-то на одежду, на шнурки, не знаю, куда угодно. Кто на что придумает. А также берем вот этого любого завра, и он сюда у нас вставлялся, вот в этот ремешочек, скажем так. Вот. И, соответственно, мы собирали любой длины такие браслетики. Также можно использовать как стяжки для провода, да. Ну, тут уже на что хватает фантазии, как говорится. Внутри также игра. Тут бросаешь завров, смотря на какое попадает поле, сколько баллов. Ну, по баллам тут вот игра расписана, если кто-то подзабыл, можете посмотреть, поставить на паузу, почитать. Вот. Такие заврики. Тоже классная штука, прикольная. Мы использовали, кстати, вот эту штуку как бейблэйд-арена. Такая небольшая арена для бейблэйдов. Очень даже подходит для таких соревнований. Дальше, ребята, у нас были магазин сокровищ. И, кстати, была еще акция в магните, но мы ее не снимали. Похожая, чуть позже сняли. Они тоже с монетками. Вот здесь у нас полный наборчик, да. Были такие простые медные или бронзовые, серебряные и золотые. Редкая, как всегда, пятерочка. И вот остальные редкие. Наборчик у нас такой собран. Внутри игра. Тоже игра-ходилка. Ну, такая прикольная, интересная. Можно поиграть. Такая прям, пиратская какая-то. Про сокровища, да, ведь все-таки. Да, были у нас еще прилипалы. Прилипалы. Мы их не нашли. Были треснутые. Ни один вид. Вот у нас, сейчас я нашел. Только альбом вот этих треснутых. Вот такие треснутые были в Дикси. Классная штука, на самом деле, прикольная. Тут разные такие яйца. Они как неваляшки внутри. Так, застряло яйцо у нас, провалилось куда-то. Короче, внутри яйца этого были либо карандашики, они восковые. Вот видите, карандашик. Что ж они оттуда провалились, не достаются. Вот треснутые, сам пластиковый. Здесь тяжеление идет. То есть он по принципе неваляшки всегда стоит. Его как бы ты ни бросил, он встает на ноги. Разные тут эмоции. Внутри вот восковые карандашики можно рисовать. А в некоторых из них попадались, по-моему, точилки. Сейчас мы, как-то давно было. Сейчас мы, ребят, посмотрим. Где-то, по-моему, были точилки внутри. Тут карандаши. Карандаши. А, вот стиражка. Да, были карандаши, стиражка и где-то, по-моему, даже точилочки были. Ну, вот такие треснутые. Также были прилипалы на присосках, да, наподобие зауров в дикси. В магните были скрепыши. В пятерке тоже там бравлы потом. Скрепыши два. Там целая серия была скрепышей. И прилипал в дикси, скрепыши в магните пятерки их разновидностей и похожих штук. Сейчас я вам, ребят, покажу, что у нас осталось, что есть. И причем это даже, наверное, не все. Сами фигурки от всяких разных акций. Просто там такое огромное количество коробок, что все это просто в кадр не попадет. Вот Завры 2 у нас упаковка была, да, мы распаковывали. Вот тут до сих пор есть нераспакованные пакетики. Там у нас есть распакованные. Вот мы сортировали по видам. По видам, потому что разыгрывали, часть отправляли, часть дарили. Тут очень-очень много. Но тут в основном у нас все посвящено Заврам 2. От сортированной коллекции мы их готовим разыграть. Будут новые акции, будем новые ролики снимать. Обязательно будем разыгрывать. То есть еще очень-очень много фигурок здесь. Дальше, ребята, были такие же Кавайи. У нас еще, да, я забыл, мы снимали Кавайи. Но тут у нас, опять же, посмотрите, Завры первые. Смотрите, сколько динозавров тут этих. Огромное количество. Вот сами Кавайи. Даже брошюрка осталась, смотрите. За что тут давали. Вот такие вот были фигурки. И вот они, Кавайи. Да, это разновидность скрепышей. Посмотрите, сколько их тут много еще у нас осталось. Это вот все Кавайи. Тот же самый скрепыш, просто с изображением вот этих вот популярных Кавайев. Зверьков. Вот они, редкие пятерышные были. Сейчас покажем, что еще есть. Также вот снимали очень много троллей. Смотрите, какие у нас коробки. Вот здесь вот. Вы только посмотрите, сколько здесь этих карточек много. Это все тролли. Есть еще не распакованные. И очень-очень много распакованных. Тоже часть мы уже отсылали, разыгрывали. Будем еще разыгрывать, если кому-то они будут интересны. А вот здесь у нас, смотрите, стиратели. Стиратели. Два тут у нас, да? В эту коробочку мы еще насыпали. Но это еще не все. Вы еще увидите, сколько у нас их много. Пожалуй, стирателей больше всего, наверное, у нас. Хотя, нет, не факт. Может быть, есть еще что-то, чего больше. Тут тоже перемешка. Смотрите, они распакованные еще. Есть карточки, есть распакованные. Также пару стирателей. Так что, ребята, если кому-то что-то из этого нужно, пишите в комментарии. Мы будем разыгрывать, когда будут новые акции. Будем проводить розыгрыши. Будем новые фигурки разыгрывать. А также очень много старых. Напишите, что вам больше хочется из этого. Стиратели. Целая огромная коробка. Это у нас, по-моему, коробка из-под обуви мы какую-то использовали, чтобы их куда-то сложить. Мы их распаковывали более 500 штук. Да, 500 точно была распаковка. Вот столько у нас еще стирателей. Ребята, а еще есть стиратели совсем не тронутые, не открытые, не распакованные пакетиками. Также начивки, друзья. Помните, популярные начивки. Кстати, тоже Marvel. Классная тема. Мы много куда их использовали. Их можно клеить куда угодно. Например, на чехол мобильного телефона. Просто на мобильный телефон. На одежду. На одежде очень крепко держится. Тут было очень много разных таких Marvel-ских нашивок. Звались они начивки. Но это были нашивки. Вот тут у нас тоже отсортировано по видам. Также мы находили много-много штук. Бравл попался. Много штук находили редких. Смотрите. Тут мы что-то слои делали. Ну, посмотрите ролики. Что-то мы там с ними делали. Бравл. Смотрите, попался тут Бравл. Покажу вам, что такое Бравл. Напомню. Вот, кстати, светящийся попал. Попался. Да, нам тоже это по принципу скрепыши этих же. Так вот они скреплялись. Но только здесь еще есть и присоска. Это такой микс скрепыша с прилипалом. То есть, он присасывается. А также крепится как стяжка. Ну, то есть, браслетики и все такое прочее. Давайте посмотрим, что еще есть. Также есть у нас коробочка из-под стикерсов. Да, помните такие? Тут еще есть нераспакованные даже монетки. Что еще у нас тут? Целый пакет разных скрепышей, бравлов. Все по этой тематике. Помните всех этих героев? Очень-очень популярные штуки были. Смотрите, сколько тут. Здесь пакетик какого-то супермикса. Тут даже еще есть мячики из пятерочки были. Посвященные чемпионату мира. Тут все вперемешку. Вот опять же нашивочки. Вот такие нашивки у нас. Красивые. Смотрите, какие классные есть нашивки. Сейчас посмотрим, что еще. А, кстати, кто-то заметил. Наверное, есть у нас такая штучка. Попалась тоже под руки вместе с альбомами стирателей Marvel. Сейчас мы ее тоже посмотрим. Покажу остальные фигурки и посмотрим. Ребята, еще смотрите. Тут опять же треснутые перемешку скрепыши, бравлы. Тут все подряд. Я не знаю, стиратели. Вот это целый пакет мячиков пятерочных. Наклейки на них клеились. Разные сборные. Там болельщики. Внутри тяжелый большой шарик из подшипников, да, бывает. Этот пакет весит пару килограмм точно. Очень тяжелый. Такие были мешочки для вот этих шариков. И внутри у нас там вон они лежат шарики. Клеились на них, да. Вот либо мяч, либо сборная какая-то. Тут тоже какой-то суперникс у нас. И это еще не все, друзья. Есть еще пару коробок, но там миксованное все это. То есть очень-очень всего даже много. Очень много скрипышей, бравлы. Уронил немного пакет. Давайте посмотрим, что вот это нам попалось. На этом ролик наш закончим. Это 147 коллекционных стикеров Marvel. Пожалуй, мы его тоже разыграем как-нибудь на канале. Это вместе шли с мистикерами, по-моему, вторыми, если не ошибаюсь. Набор стикеров такой. Сейчас посмотрим, что за стикер. Я уже сам подзабыл, если честно. Ну да, вот такие тут прикольные, забавные стикеры в тему Marvel. С такими хэштегами, надписями. Такие прикольные они такие. Там с юмором, да, можно сказать. Вот. И очень-очень много наклеек. По всей этой вселенной Marvel. из разных-разных комиксов. Да, вот смотрите, какое тут количество. Вот такой набор стикеров. Если кому-то будет интересно, напишите, разыграем и обязательно тоже. Вот такой, друзья, у нас получился выпуск. Небольшая ностальгия по акциям, по которым мы снимали. Но вы можете зайти посмотреть подробно про каждую, потому что уже про все многое забывается, не помнится уже. Вот. В ожидании новых акций обязательно будем много покупать, много снимать, распаковывать, собирать коллекции и разыгрывать. Так что подписывайтесь на канал, ждите новых акций. И пишите в комментариях, что бы из этого вы хотели, что нам разыграть, чтобы нам знать, что больше хочется нашим подписчикам. Ну вот, вот, уже начинаю заговариваться, значит, пора заканчивать этот ролик, друзья. Поэтому говорю всем не пока, а говорю всем до свидания, до скорых встреч. Встретимся на этом канале. Вы самые лучшие. Спасибо вам огромное за ваши комментарии, за ваши лайки. Вы лучшие подписчики в мире. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok